Заложники капитального ремонта. Жители дома номер 167-Б по проспекту Мира брошены на произвол судьбы. Они не нужны администрации советского округа, не нужны мэрии, от них отказалась даже управляющая компания. Стены, двери, окна – все в плачевном состоянии. Постоянные проблемы с электричеством и водой. Даже в туалет, по мнению чиновников, люди должны ходить на улицу. Жильцов разваливающегося дома посетил депутат законодательного собрания Омской области от КПРФ Константин Ткачев. Ему и слово. Находиться снаружи этого дома ненамного безопаснее, чем внутри. Риск обрушения двух стен увеличивается каждый день. Часть складки отслоилась уже на 3 сантиметра. Чиновники посоветовали жителям лишь оградить торцы дома забором. И похоже, это все, на что способна власть. Безысходность. Потому что неверие полное уже в какую-то власть и во что-то, и бесполезность, я так полагаю, всех наших претензий. Потому что неоднократное обращение ни к чему доброму не приводит. Все как в стены упирается, ничего не делается. И никакой реакции. На все наши претензии тишина. О тишине и покое в этом доме уже забыли. Постоянные затопления, порывы и возгорания вынуждают людей не спать по ночам. Быть на готове в случае чего. По решению суда, капитальный ремонт общего имущества городская администрация должна была сделать еще в 2014-м. Но и сейчас признавать его аварийным не желает. Близится дело к морозам. Мы боимся, что мы вообще замерзнем. Ребенка без конца на больничном, потому что такая еще обстановка сейчас нездоровая. И тут еще приходится по больницам ходить еще и боюсь, что какой-нибудь вирус подхватим. А вирус безответственности и наглости, кажется, уже давно подхвачен омскими чиновниками, которые запретили собственникам ходить в душ и туалет. В связи с ремонтом обвал сторон, ну стен торцевых, не пользоваться туалетом, душевой и желательно водой. Поменьше в ту сторону ходить. А куда ходить-то? Мы такой вопрос задали, потому что у нас на этаже не у всех есть вода и туалета. У всех нету, они ходят в общественное. Куда им ходить? Ну вы определитесь. А мы еще посмеялись на этаже. Ну, говорит, у кого есть, будем в аренду, говорит, будете пускать в аренду за деньги, типа в туалет сходить детям. Трещины, дыры и намокшие стены особо демонстрируют всю опасность ситуации. Почуяв неладное, управляющая компания «Лукьяновка» в одностороннем порядке отказалась от обслуживания этого дома. Все жильцы, конечно, были в шоке. То есть зима сейчас уже вот-вот не за горами. И что будет дальше? У нас подвал аварийный тоже, там постоянно все рвет, трубы. Там текет щитовые, горят постоянно. То есть как это будет выглядеть? Кто нас будет обслуживать в случае аварийной ситуации? Конечно, аварийка приедет, устранит, но мы останемся без света либо без воды. То есть дальше каких работ проводить нам никто не будет. Внутреннее убранство словно отбрасывает нас в дореволюционный период. В таких условиях вынуждены проживать пенсионеры, семьи с детьми и инвалиды. Мэра бы сюда, говорят люди, пусть бы Оксана Фадина насладилась всеми прелестями жизни. Здесь как закрыли уже, как мы приехали, седьмой год живем, так ее здесь и не было. Она не работала еще, видно, без нас и при нас уже шесть лет не работает. Здесь тоже бачок поставили, надо открыть, бедро налить, метон, видите, как капает, потом только смыть. Все, бачок не функционирует, но его поставили. Все, ничего никак не делалось, сколько лет я живу уже, и так и все стоит. Нет отопления у нас, батареи все холодные, все отключено. Окон нет, окна своими силами запенивали, как могли. А седьмой, когда тут холода, как здесь? Включаем воду, чтобы нагревался душ. Кипяток включаем, ну если он еще есть кипяток. Час надо спускать, чтобы шла горячая вода. Дети еще моются? Ну да, у меня двое детей. И как вот, скажите? Ну вот так вот в ванне греем, набираем. Вот так вот. Везде все льет, падает, моешься на тебя, вот все швы с потолка падают. Никаких действий, ничего нет. Попросили вставить стекла, нас фанерой забили. Света нет, темнота. Мэрия перекладывает всю ответственность на фонд капремонта, а там предлагают этот жилой дом вообще исключить из региональной программы ввиду нецелесообразности. Или ждать и копить жителям. По подсчетам фонда целых 177 лет. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.